Девушки отдыхают Он толкнул нас на этот путь, но должны ли мы доверять ему свою судьбу? Должны ли мы жертвовать всем хорошим ради его замыслов? Хорошая игра, Эамонт. Но знаешь, никого здесь она не тронула. Ты попытаешься посадить на трон марионетку, об этом известно всем. Но хотелось бы задать вопрос, кто будет дергать за ниточки? А вот и кукловод. Скажи нам, страж, как орлисианцы отнимут у нас страну? Соизволят они послать сюда войска или просто отдадут приказ через этого якобы принца? Что они предложили тебе? Почем сейчас честь Ферлденца? Обилие беженцев в моих землях не позволяет в этом усомниться? Юг уже пал, Лагейн. Неужели ты из страха перед Орлеем отдашь порождением тьмы всю страну? Мор и вправду не выдумка, Вулф. Но нужны ли нам Серые Стражи, чтобы сражаться с ним? Они утверждают, что лишь они одни могут остановить Мор. Однако же при Астагаре они наглядно уступили порождением тьмы. Да еще и хотят привезти с собой четыре легиона Шевалье. А если мы откроем перед Шевалье наши границы, можно ли надеяться на то, что они смиренно и без возражений вернутся после войны к себе домой? Страж говорит правду. Моего сына схватили под покровом ночи. То, что творили с ним, это не под силу вылечить моему костоправу. Все это Хоу совершал по своей воле. За все зло, которое сотворил в жизни, он ответит перед Создателем. Как и все мы. Впрочем, ты это знаешь. Это ведь ты убила его. Что бы ни натворил Хоу, его следовало доставить к Санишалю. Правосудие не в том, чтобы прирезать человека в его собственном доме. Уверяю тебя, Страж, если б я кого-то и послал, то только своих собственных солдат. Я не стал бы полагаться на благоразумие ренегата. В самом деле? А вот мой брат рассказывает совершенно другую историю. Он говорит, что ты вырвал из рук церкви мага крови. Это что, совпадение? Не думает, Эйрон Логейн, что церковь так это оставит. Мешать исполнению священного долга Хромовника значит оскорблять Создателя. Что бы я ни сделал, я отвечу за это позже. Сейчас, однако, я желаю знать, что эта Страж сделала с моей дочерью. Ты увела силой мою дочь, нашу королеву, перебив при этом ее Стражу. Что за хитрости ты применила, чтобы удержать ее в своих руках? Жива ли она вообще? Думаю, я и сама могу говорить за себя. Лорды и леди Ферелдена. Мой отец больше не тот, каким вы его знали. Этот человек не герой Рикки Дэй. Этот человек увел свои войска и не стал защищать короля, когда тот храбро сражался с порождениями тьмы. Этот человек захватил трон еще прежде, чем остыло тело Кайлона и держал меня в заперти, чтобы я не могла разоблачить его предательство. Я была бы уже убита, если бы не Серый Страж. Итак, влияние Стража отравило даже твой разум, Анора. Я хотел защитить тебя от этого. Милорды и леди, нашей земле и прежде угрожала опасность. Враги вторгались в ее пределы. Мы теряли ее и отвоевывали, и так было не раз. Мы, фералденцы, доказали, что нас невозможно покорить, пока мы едины. Так не дадим же теперь разделить нас. Поддержите меня, и мы победим даже Самый Мор. Страж! Я за Стража! Южный предел поддерживает Серых Стражей. Недремлющее море поддерживает Серого Стража. Пик Дракона поддерживает Стража. Западные холмы голосуют за Стражей. Храни нас, Создатель. Я поддерживаю Логейна. Без него у нас вообще нет надежды на победу. Я голосую за Стража. Мор наступает. Нам не обойтись без Серых Стражей. Предатели! Кто из вас выступил против Орлесянского Императора, когда его солдаты топтали ваши поля и насиловали ваших жен? Эмон, ты когда-то сражался вместе с нами, заботился о благе этой страны, до тех пор, пока не составился, и самодовольство не ослепило тебя, мешая понять, чем ты рискуешь. Никто из вас не заслужил право командовать. Никто из вас не проливал кровь за Фералден, как проливал я. Как вы смеете судить меня? Так давай покончим с этим. Полагаю, мы оба знали, что до этого дойдет. Когда мы впервые встретились при Астагаре, мне такое и в голову прийти не могло. Но Астагар сейчас кажется таким далеким, словно это было в другой жизни и с другим человеком. Мэрик мне как-то сказал, что человека создает качество его врагов, хотел бы я знать, кому из нас это комплимент. Мне или тебе? Довольно. Пускай собрание объявит условия поединка. Поединок пройдет согласно традиции. Бой с оружием один на один до тех пор, пока одна из сторон не забросит пощады. И мы, собравшиеся здесь, вынесем решение согласно исходу боя. Выйдешь ты биться со мной сама или выставишь защитника? Люди пойдут либо за тобой, либо за мной. Ради этого мы и сразимся. Приготовься! Приготовься! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я недооценил тебя, Страж. Мне казалось, ты вроде Кайлона, дитя, которому вздумалось поиграть в войну. Я ошибался. В тебе есть сила, какой я не встречал в людях с тех пор, как умер Мэрик. Я сдаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стойте! Есть и другой выход. Терн, испытанный воин и знаменитый полководец. Он может нам пригодиться. Пускай пройдет посвящение. Во всем Ферлдене настолько трое. А у нас есть веские причины собрать как можно больше Стражей до сражения с Архидемоном. Посвящение само по себе часто завершается смертью. Если он выживет, ты получишь полководца. Если нет, отомстишь врагу. Разве это тебя не устроит? Нет, нет и еще раз нет. Риордан, этот человек бросил на смерть наших братьев, да еще и обвинил в этом нас самих. Он преследовал нас, как диких зверей. Он пытал тебя. Как мы можем все это забыть? Ты не можешь так поступить. Мой отец мог оступиться, но в глазах народа он по-прежнему герой. Помолчи, Анора. Все кончено. Не смей обращаться со мной, как с ребенком. Я не шучу. Дочери Анора никогда не взрослеют. Они так остаются шестилетними сорванцами, с косичками и ободранными коленками. Отец. Только немедли, Страж. Я спокойно встречусь с Создателем, зная, что Ферл Дэн в твоих руках. Сделаю. Это мой долг перед Дунканом. И так решено. Алистер займет трон своего отца. Стой. Погоди. Нет. Когда это было решено? Никто ничего не решал, разве нет? Прощай наш план совместно править. Впрочем, если Алистер откажется от престола, я готова его занять. Вряд ли именно тебе пристало это решать, Анора. Страж, ты нам поможешь? Странно. Я будто опять в аббатстве и изо всех сил изворачиваюсь, чтобы меня не выбрали для спарринга. Ты меня спрашиваешь? Полагаю, тебе придется выбирать между мной и Анорой, так? Честно говоря, я думаю, что трон надо отдать ей. Мне он никогда не был нужен. Ну да решать тебе. Разумеется. В этом вопросе, Страж, сомнений быть не может. Алистер был бы отвратительным королем. Я смогу возглавить Фералден. Я это уже доказала. Ты третейский судья в этом споре. Каково твое решение? Кто возглавит Фералден? Благодарю, Страж. Тебе хватило мудрости в эти тяжкие времена не подрывать и без того шаткие основы власти Фералдена. Первое, что я хочу сделать, став королевой, настоять на том, чтобы Алистер перед всем собранием поклялся отказаться от всех прав на трон для себя и своего потомства. Я, в общем, никогда и не хотел... То есть, да, конечно, с радостью, честно говоря. А теперь, лорда и леди Фералдена, нам еще предстоит собрать армию и победить Мор. То и другое возглавит вот эта женщина. Мы не допустим, чтобы этой стране и впредь угрожал Архидемон. Собирайте свои силы и ждите приказа Стража. Завтра мы выйдем на битву с самой грозной опасностью в истории Фералдена. И мы победим, потому что мы Фералденци. И так свершилось. Мой отец мертв. Я и подумать не могла, что он зайдет так далеко. Я и подумать не могла, что все так закончится. Какая нелепая утрата. Мне тоже жаль. Но что сделано, то сделано. Мой отец прекрасно знал, к чему могут привести его деяния. И я это тоже знаю. Эрл Эамон отбыл в Рэдклиф. И сообщает мне, что наши армии уже почти все собрались там. Я и сама скоро отправлюсь туда. Собери своих спутников и как можно скорее приходи к нам в замок Рэдклиф. Ты объединила Фералден, Серый Страж. А теперь нам предстоит сразиться с Мором. Я этим займусь. Да. Да. Действительно. Фералден. Спрашивай, не тяни. Да. Да. Действительно. Фералден. 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 Хвала Андраста, что ты появилась так вовремя. Я уж думал, что эти чудища меня прикончат. Бежали в замок нынче утром, перед тем, как явились порождения тьмы. Я думал, что успею сбегать домой, пока они не явились. Да вот слишком долго сюда добирался. Какое счастье, что ты прибыла так вовремя. Хочу убраться отсюда, пока снова не явились эти твари. Еще раз, спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поняла. Лучше с этим не тянуть. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzko ДимаTorzok ДимаTorzok Панела О, вот и ты! О, вот и ты! Идем, посл... Вы оба здесь? Хорошо. Вы совсем недавно стали серыми стражами, и вам, вероятно, еще не говорили, как убить Архидемона. Я должен знать, так это или нет. Ты хочешь сказать, что убить его, это значит не только, например, отрубить ему голову? Так это правда? Дункан вам ничего не сказал? Я просто думал... Скажи, ты когда-нибудь задумывалась над тем, почему серые стражи так нужны для того, чтобы разбить порождение тьмы? Да, причины этому именно скверны. Это верно. Архидемона можно убить точно так же, как любое порождение тьмы, но если его убьет не серый страж, этого окажется недостаточно. Сущность этой твари перейдет благодаря скверне в ближайшее порождение тьмы и возродится в его теле. Дракон таким образом бессмертен. Но если Архидемона убьет серый страж, его сущность перейдет в серого стража. Порождение тьмы – пустой бездушный сосуд, но у серого стража есть душа. Сущность Архидемона погибнет, и вместе с ней погибнет серый страж. Это значит, серый страж, который убьет Архидемона, умрет? Да. Без Архидемона мор закончится. Это единственный способ его остановить. В прошлых морах, когда приходил срок, старейшие серые стражи решали, кто из них нанесет последний удар. Если это возможно, последний удар должен стать моим. Я старше вас, и вы не должны меня щадить. Но если я погибну, сделать это придется тебе. Мор надо остановить здесь и сейчас. Иначе он уничтожит весь Ферлден прежде, чем успеют собрать силы остальные серые стражи. Помните об этом. Но довольно. Завтра у нас еще много дел, а времени на отдых осталось уже мало. Возвращайтесь в свои комнаты. Что ж, увидимся, когда войско будет готово выступать. Думаю, так или иначе, все это скоро кончится. Совершенно верно, друг мой. Совершенно верно. Всем надо хоть немного поспать до утра. После... Понимаю. Не пугайся. Это всего лишь я. Со мною? Ничего. Это тебе опасность угрожает. Из тупика, куда ты угодила, спасенье есть. Так выслушай меня. Мне ведомо, как умирает Архидемон. Что Серый Страж приносит жизнь в жертву, а это можешь оказаться ты. Пришла тебе сказать я. Есть путь иной. И уцелеешь ты. Я предлагаю выход всем Серым Стражам, чтобы впредь им не жертвовать собой. Ритуал. Его исполнить надо пред битвой под покровом ночи. Древней магии. Из тех времен, когда и круга магов не было в помине. Кровавой магией назвал его бы кто-то, но ведь тебя не напугалось. Ты предлагаешь этим, правда? Да, это так. Но не должна цена быть вовсе неоплатной, особенно раз выигрыш важнее, чем все на свете. Прошу я только, выслушай меня, а более мне ничего не надо. Что предлагаю я? Что Палистер возлег со мною. Скорее нынче ночью. От этого Саития дитя я понесу. Дитя воспримет скверну от отца. Когда же Архидемон падет, то дух его к младенцу в моем чреве устремится, как к маяку. Столь ранний плод воспримет этот дух, но не погибнет. А погибнет Архидемон, и Стражи Серые при этом уцелеют. Дитя появится на свет с душою древнего бога. Когда все кончится, дозволь мне удалиться и не иди за мною. Навсегда. Дитя моим останется. Дэна, сын Мэрика. А о тебе забудут. Подумай лучше ты о Лилиане. Какой, по-твоему, дала бы она совет, узнав, какая участь ждет существо любимое? Не спорь. Тебе известно это. Уверена, найдешь ты не одну весомую причину сказать ему, Чтоб жизнь свою он спас. Обдумай тщательно слова мои. Решение мудрое. Я здесь останусь, пока с Алистером ты будешь говорить. Будь понастойчивее, смотри. Я гляжу, тебе тоже не спится. Я тут видел утром Морриган возле твоей двери. Она таким ледяным взглядом меня одарила, что даже для нее чересчур. Что-то не так? Вот каково это быть королем. Все к тебе спешат с дурными вестями. Что там еще? Крысы взбесились? Запас сыра кончается? Говори, переживу как-нибудь. Мне это уже не нравится. Что же я должен сделать? Морриган что-то затеял, а зуб даю. И что же я должен буду сделать? Прелестно. Это месть? Да. За все шутки? Хотя... Я гляжу, ты не шутишь. Ты это всерьез? Да. Пасть от руки архидемона или переспать с Морриган? Нелегкий выбор. Ты же не всерьез это просишь? Что это за ритуал такой? Что? Я... Я должно быть ослышался? Ты хочешь, чтобы я сделал Морриган ребенка? Для какого-то магического ритуала? Ребенка? Зачем Морриган это? Ей что, нужен наследник на престол? С нетерпением буду ждать такой возможности. Знаешь, если я даже соглашусь... Хотя вряд ли, но допустим. Ты уверена, что это стоящая затея? Ты мне друг, но ведь речь идет о Морриган. Довериться тебе? Я... Ну ладно, я доверяю тебе. Где она? Пойдем, уже покончим с этим поскорее, пока... Пока я не передумал. Беседу ты, похоже, завершила? Потрясающе. Значит, это все же не сон. Так чем закончилась беседа? Решение принято или нет? Погодите. Я хочу спросить о... Ребенке. Которого ты... Хочешь. Как интересно. Прямота меня всегда не слишком привлекала. Мне нужно только убедиться, что это не пойдет во вред Ферлдену. Что о моем незаконном ребенке не будет известно... Кроме Флемет, не знал. Я слово честное тебе даю. Почему-то мне от этого не полегчало. Ну ладно, тогда на этом и закончим. Давай-ка, Алистер, уединимся. И смело верь моим словам. Все будет совсем не так ужасно, как себе внушил ты. Субтитры создавал DimaTorzok Время пришло. Мы собрали все наши силы. Орда Порождений Тьмы наверняка доберется до столицы раньше нас. Так что мы должны достичь Донорима как можно быстрее. На Чашу Весов брошены тысячи жизней. Мы не можем покинуть их. Серый Страж, ты собрала армию, которая заменит войско погибшее при Астагаре. Будем молиться. Чтоб хватило сил. Перед нами стоит во всей своей мощи Орда Порождений Тьмы. Глядите же на них, но не поддавайтесь страху. Женщина, которая стоит рядом со мной, уроженка Ферелдена, принятая в ряды Серых Стражей. Она живое свидетельство того, что всякий из нас может достичь доблести и славы. Вопреки всем опасностям и бедам она выжила. И не будь ее, никого из нас не было бы здесь. Сегодня мы спасем Донерин. Сегодня мы отомстим за смерть моего мужа, вашего короля Кайлона. Но прежде всего, сегодня мы покажем Серым Стражам, что помним и свято чтим их жертву. За Ферелден! За Серым Стражей! Ферелден! Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...